Отец четверых несовершеннолетних детей, житель Каменецкого района, на суде так и не смог дать внятный ответ на вопрос, зачем он сел за руль автомобиля, находясь, как говорится, под градусом. При этом стоит отметить, что мужчина вообще не имел прав на управление транспортным средством. Их забрали после подобной поездки менее года назад. Тогда же нарушитель был оштрафован на 4,5 миллиона рублей, которые не выплатил до сих пор. О чем думал, вновь садясь за руль под шофе, неизвестно. Может быть, наделся на пресловутый авось, а может быть, алкогольные пары повлияли на рассудок. Но результат этого безрассудного поступка – уголовное дело. Государство уделяется особое внимание, пристальное внимание лицам, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического, либо иного психотропного, в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ. Данные лица представляют собой угрозу не только как для себя, поскольку могут совершить ДТП, нарушается реакция, стиль вождения, также представляют угрозу для окружающих лиц. С целью оказания профилактического воздействия на лиц, которые употребляют спиртные напитки и не совсем себя контролируют, которые могут сесть в состоянии алкогольного пьянения, управлять транспортным средством, принято решение рассмотреть выездном судебном заседании, уголовное дело. Итог судебного разбирательства – два года исправительных работ с удержанием в пользу государства 20% заработка, пять лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств и специальная конфискация автомобиля. К слову сказать, зарегистрированного на мать обвиняемого. Но согласно новому закону это не имеет значения. В такой ситуации транспортное средство подлежит изъятию независимо от того, кто его официальный владелец. И, к сожалению, такой случай далеко не единичный. С начала года за управление транспортным средством было задержано около 6,5 тысяч водителей, из которых 10% – это за управление транспортным средством повторно в течение года. Профилактика в деле предупреждения подобных нарушений – важнейший шаг на пути к безопасности дорожного движения. На прошедшем судебном заседании присутствовали курсанты автошколы, будущие водители. Для них подобные мероприятия важны в первую очередь с целью осознания совсем иной, нежели у пешеходов меры ответственности. По словам самих курсантов, такой урок не пройдет даром. Они надеются, что благодаря новому закону многие сто раз подумают, прежде чем сесть за руль автомобиля в нетрезвом виде. Может быть, если потенциальное ДТП их не пугало, то хотя бы вероятность применения таких жестких материальных мер воздействия заставит задуматься. К сожалению, такие кадры, я сама из деревни, я знаю, что у нас таких кадров полно, которые без прав в состоянии алкогольного объединения гоняют. Поэтому ситуация, конечно, ужасающая. Считаю, что данные материалы должны быть активно в общественности внесены. То есть всевозможные источники должны проводиться профилактикой, потому что это чаще всего школьный возраст в деревнях, где садятся молодые люди в таком же состоянии, на дискотеке, где-то у отца машину забрал. С тех пор начинается вот эта стадия безответственности. Конечно, отношения негативные, сама не злоупотребляю, даже не позволяю себе и понимаю, что действительно это очень большая ответственность.